Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Санду 17 июня встретилась с главой делегации Евросоюза в Молдове Петером Михалко. Они обсудили повестку дня сотрудничества с ЕС и проведение досрочных парламентских выборов 11 июля. Об этом глава государства сообщила на своей страничке в Facebook. Мы кратко обсудили вопросы повестки дня сотрудничества с Евросоюзом. Посол ЕС заверил в неизменной поддержке граждан Молдовы. Что касается нынешней ситуации в стране, подтвердила, что наш приоритет – свободная и правильная организация досрочных парламентских 11 июля. Важную роль в этом процессе будут играть наблюдатели из ЕС, написала Санду. Также отметим, что президент подтвердила, что готова нанести визит в Россию, хотя пока стороны не дошли до приглашения или обсуждения визита. «Я все время говорю, что открыта для такого визита, так как есть много серьезных вопросов, которые я хотела бы обсудить», – сказала она, пояснив, что речь в частности идет о гражданах Молдовы, которые работают в России, а также тех, кто экспортирует или хочет экспортировать туда. Санду заверила, что открыта для дискуссий и встреч со всеми международными партнерами и визитов, которые дадут результат. По ее словам, более серьезно данная тема будет обсуждаться после выборов, которые пройдут в Молдове в июле, – передает ТАСС с ссылкой на противе. Напомним, президент Санду провела дискуссию с 27 послами стран-членов Евросоюза, аккредитованных в нашей стране, в ходе которой обсуждались вопросы борьбы с пандемией в республике, корректной организации досрочных выборов и восстановления молдовской экономики. Модератором дискуссии, проходившей в формате видеоконференции, выступил ЕП посол ЕС в республике Молдова Петер Михалко. ЕП благодарила европартнеров за их щедрую и оперативную помощь, которую мы получили для борьбы с пандемией и которая помогла нам. Лучше подготовить медицинскую систему для управления кризисом, спасения жизней и запуска в кратчайшие сроки нацкомпании по вакцинации. Сегодня, например, Германия предоставила нам помощь в размере около 10 миллионов евро, – сказала Санду. «Эти средства очень важны. Они будут способствовать стабилизации экономики страны, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить к ним доступ и полностью освоить их. Для этого мы должны уверенно продвигаться по пути реформирования, юстиции и борьбы с коррупцией». В связи с этим я ознакомила послов ЕС с концепцией независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, который начал работать. Три дня назад, отметила Санду, главы дипломатических миссий проявили интерес к проведению кампаний по досрочным выборам. Глава государства получила заверение от многих стран-членов ЕС, что они поддержат меры по организации голосования нашими гражданами, проживающими в этих странах. В то же время, европейские наблюдатели на выборах будут следить, чтобы люди могли беспрепятственно проголосовать и дома, в Республике Молдова, а выборы были свободными и справедливыми. Продолжение следует...